В лагере беженцев Акаба Джабарг юга от Ерехона бойцы пограничного спецназа в ходе перестрелки ликвидировали двух террористов. Сведения о пострадавших среди израильтян не поступало. Помимо этого в Иудее Самарии была проведена операция по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Произошли столкновения. Восьмерых разыскиваемых передали для допросов следователям Шабака. У них конфисковали оружие и боеприпасы. На Кубани, на территории бывшей греческой колонии в Тамане, археологи обнаружили руины синагоги, которые относятся к числу древнейших в мире. Она существовала как минимум с начала первого века нашей эры. Здание состояло из двух помещений, каждое из которых занимало площадь около 60 квадратных метров. Были найдены фрагменты мраморных стен, которые раньше украшали роспись и плитка, мраморные колонны и столы для литургии, а также ритуальный мраморные семисвешники и таблички «Дом молитвы» и «Синагога». Ученые предполагают, что религиозное здание существовало вплоть до VI века. Затем его уничтожили варварские племена, которые также сожгли Фонагорию. В Абу-Даби состоялась встреча министров энергетики Израиля и Ордании и Объединенных Арабских Эмиратов. К ним присоединился посланник США по вопросам климата Дэвид Ливингстон. Они обсудили сделку между Иерусалимом и Оманом о поставках воды в обмен на электроэнергию. Израиль Кац отметил, что ему удалось добиться большого прогресса в реализации исторического проекта и заявил, что соглашение Авраама меняют Ближний Восток, а также пригласил Аль-Джабера посетить Израиль.